Без пяти минут выпускник механика технологического колледжа Евгений Киселёв уверен – служба в армии и обязанность, и привилегия. Сейчас 20-летний парень проходит процедуру призыва, медики проверяют здоровье, а военные специалисты изучают личное дело. Цель молодого человека – рота почётного караула. Отец мне всегда рассказывал про свои истории, когда он служил теперь, и мне будет, что ему рассказать. У меня друзья служат, и если бы отправили в честь, к ним было бы даже очень веселее. Согласно указу президента с февраля по май на срочную военную и службу в резерве будут призваны те, кому исполнилось 18. Вчерашние студенты и школьники – представители различных профессий. В ближайший год или полтора им предстоит освоить специальности. В военкомате стараются пойти навстречу при подборе профиля подразделения. Подзывники наши проводят службу практически по всей республике. Мы комплектуем Брестскую область, Минскую, Гродненскую, Гомельскую, Витебскую. У нас очень широкая география от направления наших призывников. Годен или нет – ответ на этот вопрос даёт медкомиссия. В её составе офтальмолог, невролог, психиатр, лор, стоматолог, хирург и терапевт. В день специалисты принимают до 50 человек. Всего в списке почти 900 призывников. На основании этого наши врачи плюс дополнительных просматривают, у нас в своё заключение. При необходимости мы их отправляем на обследование в лечебное учреждение, в поликлинике, в больнице. Если у молодого человека проблемы со здоровьем или его семья ждёт пополнение, тогда положена отсрочка. Срок её действия определяют в военкомате. Те, у кого нет препятствий для прохождения службы, готовятся к новому жизненному этапу. У настоящей повестки нет номера. Документ заверяется гербовой печатью и подписью военного комиссара. В тексте обязательно указывается цель вызова. Вручается лично в руки под роспись. В Бобруйске призыву подлежит свыше 1200 человек. Отправка войска пройдёт в период с 25 апреля по 31 мая. С первых дней службы новобранцев ждут ежедневные занятия. Физическая подготовка, практика на полигонах и стрельбищах. Спустя месяц священный ритуал – присяга. После которой вчерашние мальчишки с гордостью смогут себя назвать защитниками Отечества. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Субтитры создавал DimaTorzok